Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в микрорайоне Чкаловский, начались с традиционного военного парада воинских частей Чкаловского аэродрома, отрядов юнармии и возложения венков к монументу, отдавшим жизнь за нашу советскую родину. Уважаемые товарищи ветераны, самая кровопролитная война прошла в нашем государстве. Страшней войны не было. Более 30 миллионов погибло наших соотечественников на полях сражений, в плену, на чужбение. Вы смело шагнули навстречу врагу, и четыре страшных года, которые длилась война, самотверженно, день за днем, завершая подвиг, отдавая свои жизни, защищая тот мир, в котором мы сейчас живем. 74 года назад вера и правда восторжествовали над отпуском противоестественной идеологии наших. Это было не чудом, но проявлением беспримерного, уникального духовного подъема и борьбы с советского народа. Самопожертвование, патриотизм, преданность Родине – отличительные черты советского солдата. Защитники нашей Родины, которые сегодня стоят в строю, стремятся быть достойными наследниками традиции доблести и мужества. Праздник День Победы Это же и скорбь, и ликование, и вспомнишь, у меня тоже трое дяди по отцовской линии погибли. Два, один без руки пришел, второй без ноги. От шести сыновей осталось только двое, и все. Очень, конечно, обидно, и все. Отец у меня погиб под Ржевом. Ну, а что парад прошел в отличнейшем состоянии, приятно посмотреть, как добро и хорошо. На войне воевали стар и млад. Из какой сверхпрочной породы создала нас Родина-Мать? Мы побеждали смерть не раз. Был трудный путь к победе крут. И за наши боевые подвиги спасибо и ныне в народе нас победителями зовут. Мои прожили по дорогам сквозь дым войны. И пусть голова у нас седая, но мыслями мы молоды и сильны. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели оглянуться, а сыновья, а сыновья уходят в бой.